Вести Карачаева, Черкесия Президент страны Владимир Путин по итогам совещания о социальных вопросах дал ряд поручений правительству. Путин также поручил представить предложение об ускоренном росте мурот, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума. Нужно создать все условия для увеличения дохода в семье с детьми, в чем реальных доходов, чтобы семейные бюджеты становились более устойчивыми. И в этой связи прошу правительства представить ряд новых предложений. Что имею в виду? Имею в виду в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда. С тем, чтобы они существенно превышали величину прожиточного минимума. Знаю, что в правительстве это обсуждается. Чтобы этот разрыв продолжал увеличиваться. Чтобы реальные доходы росли и отрыв шел в сторону реальных доходов граждан. Я знаю, что вы этим занимаетесь. Прошу только не затягивать и принять согласованные решения. И тем, чтобы российские семьи, молодежь, юноши, девушки, которые только начинают взрослую жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семьи, отцовства, материнства, детства, гарантированы российским государством на годы вперед. Продолжение следует... За 9 месяцев этого года господдержку получили 359 семей. Во Дворце культуры Черкеска прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса журналистов печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межкофессиональных отношений. Победителей поздравил и вручил награды министр Карачаева Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он также отметил высокий профессионализм участников конкурса и качество подготовленных работ. Хочу отметить, вот уже на протяжении долгого времени мы проводим данный конкурс нашим министерством, и из года в год количество заявок только увеличивается. В этом году было порядка 150 заявок, которые подавали наши коллеги-журналисты по 13 номинациям. Был очень сильный конкурс. Большим трудом мы смогли определить победителей, которые сегодня выйдут на эту сцену, и мы их сможем поздравить. Кроме того, хотел бы отметить, что из года в год мы стараемся поддерживать наших журналистов и увеличивать гонорар за их работу в данном конкурсе. И я уверен, что в следующем году мы продолжим нашу работу и несем значимый уклад в деле гармонизации межнациональных и межкофессиональных отношений на территории Карачаевской республики. Кроме того, хотел бы отметить важность конкурса и работы журналиста в таком непростом времени, когда наша страна проводит специальную военную операцию на Украине. От вашей работы, от подачи информации будут зависеть очень долго, особенно в деле гармонизации межнациональных и межкофессиональных отношений на территории Карачаевской республики. Продолжение следует... А выплаты по ведению личного подсобного хозяйства со 100 до 200 тысяч рублей. Члены правительства поддержали и внесение изменений в проект постановления об утверждении программы «Оптимальная для восстановления здоровья. Медицинская реабилитация в Карачаево-Черкесии». А именно, внесены изменения в части актуализации приобретения медицинского оборудования, предусмотренного для улучшения оказания реабилитационной помощи населению республики. Так, в лечебно-реабилитационный центр в текущем году планируется приобрести 145 единиц оборудования. В Донбайе появится новый туристко-информационный центр. Его создание стало возможным благодаря федеральному гранту на развитие туристического кластера. Главная цель нового проекта – создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижения информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях и мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте и развлечениях. Об этом сообщил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Донбай – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию. Информация будет достоверной. Это будет как и размещены цифровые карты, будет приложение, созданное к этому ТИЦ электронное. Также это будет оказание услуг. Это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и, в принципе, информацию о том месте, где они находятся и о регионе в целом. Очередной груз весом более 23 тонн с дополнительной помощью для военных подразделений, сформированных из военнослужащих и мобилизованных жителей нашей республики, отправился в зону проведения специальной военной операции. В него вошли порядка 22 тонн питьевой воды, продуктов питания, а также термобелье, теплые носки и дизельный генератор. По словам руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Руслана Джамбаева, более 5,5 тонн питьевой воды отправили в госпиталь в Ростовской области. Остальной груз предназначен для ребят, которые находятся сейчас в зоне проведения спецоперации. Партию гуманитарной помощи для мобилизованных собрали жители Урупского района. Груз подготовили неравнодушные жители муниципального образования, работники организации, предприниматели, союз женщин, школьники и педагоги. В гуманитарный груз вошли продукты, наборы медикаментов, теплые вещи, средства личной гигиены и другие необходимые для военнослужащих предметы. Всего около двух тонн. В рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» продолжается региональный сбор, чтобы поддержать бойцов из Карачаево-Черкесии на передовой. «Всё будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции». Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Денис Струговцов. «Всю информацию про сбор жители республики смогут найти в наших социальных сетях. И, конечно же, от нас, если обратятся. Можем сказать, что жители нашей республики активно откликались и раньше на сборы для жителей и милиции Донбасса. А сейчас, когда речь идёт про ребят из Карачаево-Черкесии, про наших земляков, мы думаем, откликнется ещё больше людей». В Карачаево-Черкесии завершилось строительство и реконструкция шести домов культуры, расположенных в сельской местности. Новые красивые и современные объекты культуры появились в ауле Козла Октябрь Зеленчукского района, в посёлке Октябрьском и селе Дружба Прикубанского муниципального образования. Эти дома культуры были построены по одинаковому типовому проекту. Общая площадь каждого – 705 квадратных метров, и в каждом из них имеются комфортные актовые залы на 250 мест – необходимые помещения для полноценной творческой деятельности. Ещё в трёх домах культуры была проведена полная реконструкция. Это учреждения в селе Садовом Адыгегабльского района, станицы Кардоникской и ауле Алибердуковском, Зеленчукского и Хабесского муниципальных образований. В парке завода РТА практически завершилось обустройство десяти дополнительных дорожек. Они расположились именно на месте протоптанных горожанами тропинок. Нигде большую зелёную зону строители трогать не стали. Мэр города Алексей Баскаев отметил, что после обследования парка было принято решение сохранить все здоровые деревья и на завершающей стадии высадить новые. В настоящее время продолжается строительство общественного санузла. Совсем скоро установят порядка трёх десятков фонарей. Вместе с тем будут отреставрированы потерявшие свой вид лавочки. К концу следующего года в Учкекене планируется завершить строительство новой школы номер 7 на 960 ученических мест. Это большой и значимый проект для густонаселённого села. Несмотря на общемировые тенденции к урбанизации, в Учкекене жизнь бьёт ключом, село растёт и развивается динамичными темпами. Работы по строительству седьмой школы начались в текущем году в рамках проекта образования. Площадь школы более 16 тысяч квадратных метров. Она вместит в себя два спортзала, актовый зал на 370 посадочных мест, большую столовую, библиотеку, современные кабинеты и игровую зону для групп продлённого дня. Обратиться в госстроенадзор теперь можно через госуслуги. Благодаря повышению цифровизации рабочих процессов органов государственной власти, граждане страны теперь могут обратиться в инспекцию государственного строительного надзора в электронном формате через единый портал. В данный момент заявителю на госуслугах доступны несколько видов обращений. Многофункциональные центры расширяют перечень услуг, предоставляемых населению. Теперь любой житель республики может оформить там документы на газификацию жилого помещения, на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд. Эта услуга позволит жителям республики заметно сэкономить время, ведь приём проводится по принципу единого окна, что повышает удобство и доступность данной процедуры. Комментирует информацию советник генерального директора «Газпром Межрегион Газ Черкеск» Сергей Остриков. Компаниями «Газпром Межрегион Газ Черкеск» и «Газпром Газораспределения Черкеск» было заключено соглашение на предоставление услуг по оформлению документов на газоснабжение. Сейчас граждане республики при покупке, продаже, обмене жилья, оформлении каких-то документов могут сразу обратиться для того, чтобы сделать себе, по сути, три основные услуги, которые им необходимы. Во-первых, это договор на газификацию домовладения, ну или жилого помещения. Второй договор о техническом обслуживании внутридомового, газового или внутриквартирного оборудования. Это обязательный договор, который заключается сразу, одновременно. И третий договор, это непосредственно с «Газпром Межрегион Газ Черкеск» о поставке газа для коммунально-бытовых нужд населения. В Карачаево-Черкесии будет создана специальная организация по развитию кадрового потенциала молодежи. Соответствующее постановление поддержали на заседании правительства Карачаево-Черкесии под председательством премьер-министра Мурата Рагунова. Организация «Моя карьера» станет пространством социальных возможностей, под крышей которого объединятся заинтересованные в своем развитии молодые люди, социально ответственные организации и лучшие эксперты из разных отраслей, которые будут обучать новое поколение специалистов. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Ибергим Татаркулов. Следует отметить, что основная цель создания данной организации, данной структуры подведомственного учреждения министерства заключается в том, чтобы оказать содействие в профессиональном развитии и успешной самореализации молодежи Карачаево-Черкесской республики в профессиональной деятельности. В Карачаево-Черкесии в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошла очередная серия экологических мероприятий. В этом году масштабная заключительная серия мероприятий в рамках акции пройдет 10 ноября на берегах рек в Прикубанском районе. Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Очередная серия экологических мероприятий по уборке берегов в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошла в Карачаево-Черкесии. В ходе мероприятий в минувшие выходные волонтеры провели уборку на экотропе Бадукские озера одноименного маршрута Тибердинского национального парка. 2 ноября волонтеры провели уборку на берегах рек Кубань, Дуд, Худес, Учкулан и Махар в Карачаевском районе республики. Сейчас в Карачаево-Черкесии, как и по всей России, завершается сезон субботников и экологических акций. Финальная серия мероприятий запланирована на 10 ноября в рамках республиканской акции «Генеральная уборка» в Прикубанском районе. Центральное мероприятие акций «Вода России» пройдет на берегу Кубанского водохранилища. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкеск-Дамбай граница с республикой Абхазия на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Джигуты. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. Ввиду возросшей интенсивности движения свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты – трещины, колейность и сдвиги покрытия, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Бордор Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. По такому же принципу отремонтируют примыкания и пересечения. В рамках инженерного обустройства на объекте заменят бортовые камни и нанесут разметку из толковечного термопластика. Народный кефир и кубанская сметана из сырья неизвестного происхождения поступали в торговые сети Карачаевой Черкесии. Об этом сообщила государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлено производство продукции и сырья неизвестного происхождения. О факте нарушения стало известно благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации «Меркурий». Установлено, что ООО «Хладокомбинат» из города Черкеска произвел 26 кг кефира народной и сметаны кубанской без указания сырья. Это говорит о том, что готовая молочная продукция была произведена из неучтенного сырья, что создало угрозу поступления на рынок небезопасной продукции. Однако производитель успел ее направить в торговые сети республики. Управлением Россельхознадзора ООО «Хладокомбинат» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. В станице Зеленчукская прошла юношеская спартакиада «Спорт, полиция, дети», посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел. В соревнованиях, которые проходили среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, участвовали семь команд из городов и районов республики. Юные спортсмены состязались в различных эстафетах. По результатам состязаний победителем стала команда-лидер из Узжигутинского района. Второе место завоевала команда «Серые волки» из Карачаевского района. На третьем месте команда «Гром» Зеленчуковского муниципального образования. В Тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-арена» прошел один из самых зрелищных и масштабных турниров по карате «Кубок дружбы». Восемь татами свыше полутора тысяч спортсменов из 35 регионов России, а также Армении, Казахстана и Сербии. В рамках международного турнира разыграно 62 комплекта медалей в личном первенстве и 14 в командам. Копилку Карачаево-Черкесии золотой медалью пополнила Джамиля Кипкеева из Малокарачаевского района. Юная спортсменка заняла первое место по виду ката. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается небольшая облачность, днем преимущественно без осадков туман. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10-15, в горах местами до плюс 8. В Черкесии без существенных осадков ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, а столбик термометра поднимется до 12 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с удивительными животными. Леопард, обезьяны, крокодил, питоны, медведи, лошади. И это еще не все. Спешите узнать тайну пирата в Кисловодском цирке с 29 октября. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия.